Зелёная мама Привет зритель! Сей обзор будет посвящён Грин Маме А точнее новинкам Грин Мамы Это конечно не совсем новинка Ей может быть год или полтора, может быть даже два А вот это уж совсем новинка Ей у нас даже меньше Совсем чуть-чуть Её выпустили в сентябре, насколько мне известно Этого года И она у меня уже внезапно Как я вижу на одну треть или на одну четверть Поюзанная, хотя в два раза только использовала В общем, начну я с неё Тут у меня будет и вот такой отзыв И вот такой отзыв Короче, это у нас Новая серия Грин Маме Называется Грин Нова Витаминная косметика Скраб для сухой и нормальной кожи Олива, абрикос с витаминами П, В и С 75 мл Скраб Глубоко очищает, прекрасно освежает И выравнивает тон кожи Стимулирует процесс обновления эпидермиса Дарит ощущение нежности и комфорта Кожа приобретает однородный привыкательный оттенок Не помню, сколько он стоил на 100 с чем-то После вскрытия живёт 6 месяцев срок годности Два года с даты изготовления Дата изготовления у нас указана на упаковке Дата изготовления у нас сентября 2018 года То бишь до сентября 2020 года можно спокойно его юзать Хотя, правда, он у меня уже вскрыт Так что через 5 с хвостиком месяцев Любо говоря, через 5 месяцев Ему придёт каюк 75 мл у нас тут Сделано у нас это вот тут Грин Нова уже по-русски Московская область, Егорьевский район, город Егорьевск Как обычно И www.greenmama.ru В общем, в обзоре заказа Грин Мамы Я уже обозревала, что у него вот Даже сейчас приближу, наверное Чтобы было видно Может быть, меня при этом Вот не очень видно Но зато будет видно Вот этот вот крем Тут дофига меня видно Я прям как большинство бьюти-блогеров Пол лица на монитор Вот так Вот здесь вот было так заделано пластиком Точно так же заделывается обычно пластиком На некоторых кремах Фаберлик Но у нас тут, в отличие от Фаберлик Всё-таки более натуральный состав Даже очень хороший, я хочу сказать, состав Конечно, он написан на латинице Если вам интересен состав Вы можете зайти на сайт GreenMama.ru И почитать его Довольно тугой колпачок Вот эта крышечка Вот так вот Раз Два Ой, он у меня выдавился Как бы, скажем так, не зафольгированный Ибо крышечка не откручивается Но он был как бы запаян так Что только вы первооткрываете его И тут у нас такой розовый Скрабик Кстати, очень нежные, хоть и мелкие Но нежные частички Очень хорошо очищают Мне очень понравился Пять с плюсом По десятипальной шкале бы Десять поставила бы В общем, он по виду как Вишнёвый Или Вот покупаете вы какие-нибудь стаканчики Йогуртовые Вот всякие эти Фрутисты Допустим Вишнёвый или клубничный Ну, ближе, наверное, к какому-нибудь Между вишенкой и какой-нибудь там черничкой И клубничкой Что-то вот такое По консистенции Он похож вот именно На какой-нибудь стаканчиковый Пятипроцентный йогурт Небольшое количество Вот совсем небольшое Это не тот случай Как, допустим, суперэкономичная пенка От Биоры Или Биары Или Розетте Та же самая японская вот косметика Да, оно не прокатит Но В принципе, небольшое количество Вот Попробую сейчас Я потом пойду смывать Сейчас я это даже снова приближу Какое счастье управлять камерой с телефона Вот вы видите его, да У меня, конечно, тут свет дня Не совсем свет дня Я, конечно, хотела пораньше заснять Но вот погуляла И хоть на улице и светло Приходится пользоваться Лепестричеством в пять лампочек Он такой Бледно-нежно-розовый И консистенция действительно Вот такого йогурта Даже, можно сказать Густой питьевой йогурт И такие Ну, может, ближе к оранжево-коричневым точечке На нем Вот В общем, я вижу в телефон Как вы можете увидеть это в камеру Ну и его нанести на кожу лица Распределить Не то, чтобы вспенить Сейчас я даже прочитаю Так Нанести на очищенную от макияжа Влажную кожу Массировать подушечками пальцев В течение двух минут Затем смыть Рекомендуется использовать Один-два раза в неделю В общем, пены он, конечно, не дает А может, дает Я глаза не открывала Но очень хорошо Кожа себя чувствует Никакой стянутости Никаких неприятных ощущений Не хочется ее там потом чем-то увлажнить Или еще Типа того Придется мне потом это счастье Смывать В общем, очень рекомендую Такой скраб Если у вас сухая И нормальная кожа Или, я думаю, у меня-то Не совсем сухая Не совсем нормальная У меня тупо смешанная кожа Иногда вот здесь жирная Вот здесь сухая Иногда полностью жирная Иногда сухая Иногда как приспичит За чувствительной кожей Я даже думаю Он подойдет Очень классный скраб Если использовать один раз Даже если два раза в неделю И вот постолько на руку наносить То вполне себе На долгое время хватит Ну и за шесть месяцев После вскрытия Вы его успеете заюзать А вот это как бы новинка Но уже более старенькая Чем вот Гринного у нас Это у нас шампунь Пивной для всех типов волос Шампунь помогает Сохранить здоровье и красоту волос Входящий в состав шампуня Экстрат пивных дрожей Богатейший источник витаминов Группы В Необходимых для питания волос От корней до самых кончиков Помогает восстановить Природное сияние Упругость И жизненную силу волос Если вдруг слышно Гоплик арта То он почему-то уверен Что меня нет дома Нанести на влажные волосы Помассировать С небольшим количеством воды При необходимости повторить Подходит до ежедневного применения И для всех типов волос В составе у нас Сначала вода Потом я посмотрела Там некоторые составные части Были такие же как В органик тай Шампуня Мандаринки И куча всякой непонятной химии И да, где-то в середине Ближе к концу У нас что-то Намеком на экстракт Пивных дрожжей Сделан он у нас в июне Этого года И срок годности у него Два года 400 миллилитров И 6 месяцев после вскрытия Это у нас Денис Азарнин Серия такая же Она давно уже есть У Глинмами Но именно вот это Вот как бы дополнение Новинки серии Денис Азарнин Шампунь пивной Для всяких Пафалос Это дрожжей Слушайте, это такое Говно Извиняюсь за выражение Это такое Дерьмище Я им мыла волосы Мыла волосы Около 8 дней подряд В некоторых роликах Даже по-моему В каком-то стриме У меня были такие Прилизанные волосы Именно им помытые Никакого объема Ощущение Вот будто я волосы Не мыла дня два Вчера у меня был стрим У меня волосы Были не мыты дня два Тупо некогда было И они были в хвосте Они как бы Чувствовали себя Намного лучше Даже вот Я давно не могла Себе позволить Не мыть волосы Два дня Допустим И они были как бы С утра еще пышными Тут уже часа через два Они были не пышными Или даже после того Как высыхали Ощущение было Будто я их Или не мыла Или очень плохо мыла Или не промыла Или что-то такое Хотя даже когда Вот наносишь Казалось бы Он по консистенции Очень похож На все эти шампуни Грин мамы Как допустим Сейчас попробую достать А может и не достал Вот как допустим Вот это По консистенции Один к одному По составу Конечно Тут более все-таки Натуральный состав Даже со звездочкой Что сделано Из натурального растения Такой же вроде Кажется густоватенький Но допустим Поменьше Стабильный Такой небольшой Десять миллилитров Вылейте на руку И мало Чуть побольше Ну двадцать миллилитров Вроде как-то нормально Тридцать миллилитров Вроде как уже много Не особо пенится Можете сказать Что натуральное Поэтому не особо пенится Но тут из натурального Только вода И Возможных Экстракт дрожжей Потом Как бы Промывают Вообще ужасно Даже самое Мне кажется Каким-нибудь мылом Типа Хозяйственным Наверное даже лучше Промоется Чем вот это вот Я думаю Что никто не обидится По крайней мере Я сама его себе покупала И я буду им мыть посуду Может быть Буду им мыть пол Посмотрю вообще Как он будет мыть посуду Потому что даже В роли жидкого мыла Мне что-то кажется Оно Будет совсем никакое Полный дизлайк Не советую Я покупала его Он сам по себе дешевый Около Что-то около 100 рублей Он стоит Покупала его По скидке Он был по скидке Плюс у меня были Бонусы Там баллы Какие-то мои старые Но мне обошлось Вообще оно стояло Тогда за 67 рублей В общем Даже 67 рублей Вот это вот не стоит Хоть она По аромату И по консистенции Напоминает Шампунь Из Такой вот Детская серия Не знаю Фирму Ласковая мама Может быть Так она и называется Ласковая мама Шампунь без слез Я помню Одно время Я себе покупала Может 7-10 назад Он был такой Прозрачный Тоже был И как бы Консистенция похожа Но он реально Промывал И волосы от него Были хорошие Чистые и так далее А тут Настолько Отрат Есть еще Такой же Вот это Пивной шампунь Есть такой же Хлебный шампунь Не берите Ни то ни другое Лучше На эти же деньги Купите Какого-нибудь Мыла себе Штук 5 Или что-то Дешевое За 100 рублей Наверное Можно какой-нибудь Шампунь найти В какой-нибудь Магните Пятерке Или вообще В каком-нибудь Магазине Типа Хостоваров Не знаю Как вообще Где-нибудь Что-нибудь Такое Продается Ну Вот пытаются Ко мне Прорваться Ну да ладно И Короче В общем Полный дизлайк Вот эти волосы Точнее Сегодня Вот волосы И сегодня мыло Не поверите Вообще Мылом Чистая линия Которую мне Лёйка прислала Из Тюмени Чистая линия Там какое-то Мыло Скраб Я просто Последние Несколько дней Недели Две Или три Использую мыло Не только Чистая линия Еще от Нефис Косметик Вместо геля Для душа Вообще Шикарно В пустых банках Расскажу Свои отзывы Но вот И иногда Мою мылом Голову Чистая линия Я мыла Голову Когда была В деревне Когда у меня Закончился Шампунь Тупо Нечем Больше Было Мыть И Снезавтра Этот Мыло Очень даже Хорошо Мыло Вот Волосы Пышные Волосы Чистые Волос Кажется Даже Больше И вот Этой Чистой Линии Сибирские Какие-то Там Травы Скрабирующий Эффект Скраб Для лица И тело Я помыла Сегодня Волосы И они Чувствуют Себя Намного Лучше Чем Вот Этим Дерьмищем В общем Не берите Вот это А вот Это Советую Ну А это Вообще Мне Конкуренция Я его Давно Советую Вот Такой У меня Обзор Грин Мамы Всем Спасибо За Просмотр И до Новых Встреч Пока Кто Осирил До Конца Тому Мухомур Полки